Снег еще. Лапа вот такая. Вот этой ты привяжи. Снег вариваю, не хочет кушать. Ну-ка миску запираю и начинает кушать. Так даю, не хочет. Снег вариваю, не хочет кушать. Добрый день. После того, как я поставил физическую подготовку собакам, я вижу, что они уже в форме. Сегодня первый день охоты, который можно дотрагивать непосредственно к зверю. Вот мы приехали, нас пригласил Геннадий в Архангельскую область. Мы приехали сюда, у них есть лицензия, мы вчера заполнили ее, составили. Весь перечень необходимых документов, список охотников и так далее. Расписались за технику безопасности. И сегодня вышли, попробуем что-то уже прикоснуть собачек-зверю. И у нас сегодня удачная такая экспозиция получилась. Два молодых охотника. Дмитрий, как его все называют, остальные яйца. Всем добрый день. Приехали на весеннюю охоту на медведя с морозом. Надеюсь, что все получится. Погода прекрасная. Зверь в угодьях есть. Так что все будет хорошо. Потому что медведицу очень легко выдержал. За что потом от меня получил, конечно, втык. Дмитрий, ну и Саша Лобачев. Ну, Саша уже не назовешь его молодым. Но, тем не менее, он уже побил немножко медведей. И два аксакала. Один Геннадий, ему за 70. Приветствуем всех охотников в лесах Архангельской области. У меня есть. Проводим охоту на весеннего медведя. А другой, 83. Александр. Привет. Очень бодр. Хорошо бегает еще. Полон сил и энергии. С нами на охоте на медведей. 83 года. Дай бог, чтобы мы приблизительно к этому моменту подошли. К этому возрасту и к таким охотникам. Собачек выпустили. Лобачев пошел. Вот одна из них чего-то вернулась. Русальская. Дам ей направление, чтобы она... Ну вот, прошел медведь. Ориентировочно возраст 3 года. Ну, общий вес, наверное, в порядке 100-120 килограмм. Прошел в этом году... Вот ширина лапы. Обычный медведь ширина 12 сантиметров. Это уже вес больше 100 килограмм. 12 сантиметров. Все, готово. Все, банки испускаем. Раз. Раз. сильный ветер и я слушаю собак где-то 800 метров а там на болоте собаки но не слышу а чего там вот смотрите вот было такое то видите вот собака шла шла крупнулась это моя собака остальных собаки не вижу и вот они идет обратно теперь по краю болот я думаю что мог медведь на клюкве быть они весной клюкву едят это ясно так там клюква то не должна быть не сейчас вот я недавно даже ярославской заезжал мужик выходил с клюквы я пошел на болото у меня за озером клюквы навало и сейчас да да вот они должны пошли на дороге вчерашний след более-менее на снегу прямо отпечатанный ну думаем что он вчерашний сейчас я пущу диму собачками там один опытный тунгус остальные молодые пущу поэтому следу пусть по дороге пройдется может где-то зацепят собаке этот запахи сработают с другой стороны идет лобачо со своими собаками а там по ситуации уже будем ориентироваться и принимать решение движения но пока что так 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Бутылка водки? Одна желчь или три желчь? Нет. Какая желчь? Была от 1 желчь. Бутылки мало, от 700 грамм. И сколько вы держите на водке? Вот вы положили желчь. 4-5 дней пей. Жидкую или даете ей как пластилинство? Нет. Она, наверное, сразу не засухает. Свежую я делаю. И по чайной ложечке? Да. Сначала попробуй, как будет организовать. Сколько дней вы примете? Дней-день. Купи. Потом перерывнее 10 сделай. А потом? Можешь, если все нормально. Но неприятно пить, да? Это кто как. Женщины говорят горько. А потом пьют. Говорят, так это хорошо, говорит. А бобряную струю тоже делаешь? Я не делаю, я покупаю. А лапы недвежья как готовы? Вот в этом хотел у вас спросить. Я не знаю. Но я очень люблю. Так, это ясно. Я их готовлю. Как? Ну, как я в воду даю закипеть, вложу туда лапы, но я их ошкулю. Я их смаливаю. Ясно. Холодно и потом их на стол и кушаю. Потому что горячие они не так. Я на этот метод писал на Дальний Восток. И в Монголии писал. Я ответил, что я не ходил. Наша медицина этим не занимается и рецепт не дает. Наши хуже, значит, вон матерительный. А они готовят также лапы? Не знаю. Не дали ответа тоже. Ссылается на китай. Китайцы очень к этим лапам уважительно. А вы знаете, что лапы никогда не переносят тряхнелёв? Нет. Вот сам медведь может быть тряхнелёв, а в лапах его не будет. Они только в этих. В мышцах. В мышцах, да. Даже и желчь не переносят. Да, и жир тоже не переносят. Да. А мне сказали, что вы почему-то жир собираете именно с лап. Это с лап. Знаешь, я сказал. Почему? Ну, все, где заболит здорово. Уши, плечо, коленки. Маш, нет, неделю. У меня сейчас есть. Я вот ущипнул. Пью таблетки и этим намажу жиром. Все. Все, 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 хорошо. Уже ссасываю. За ссасываю. Ладно. Спасибо. Я буду делать там на капоте. Ну, как. Блядь. Да, вперёд. Надо задумать, что я ему, что это речь. Давай, Курка. Её, её. Все, что? Пошел. Пошли, пошли, пошли. Пошли. После дождя подсушились чуть-чуть, отдохнули собачки, потому что снег ещё местами глубокий. Даже до колен попадается. Ну, и дождь остановился. Вот оно, прогнозы показывали. В районе двух он остановился. Дождь остановился и по-новому зашли. Олег и Саша уже шли с Сашиными собаками Лобачёва с той стороны. А Дима отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА также разряжаю а потом пальчиком вот так беру нажимаю и патроны отсюда их можно и по заводскому все вышел патрон опять нажимаю на флажок здесь который придет вышел патрон а есть заводской способ который вот флажочек здесь раз патрон патроник опять все разрядился сбросил курок скинул все ну вот свежий след медведя ну я думаю сантиметров 14 хорошо что вы увидели вот горячий след медведя мы видим ну суточный по крайней мере собак желательно пустить одну две три не больше а у нас дима своих привез дядя саша своих привез просили 2 он привез 4 ну одна моя ладно еще при том одну взял лосятницу как для которой лоси это все это красная тряпка пошли по следу медведя медведь крупный в том направлении он и ушел скорее всего работа будет ну вероятно всего в этом направлении когда много собак он чаще от них убегает поэтому я я сказал две три желательно одна вот я много раз видел как от одной вообще никуда не бежит сидит смотрит на нее тем более если она агрессию не проявлять на него не давит вообще прекрасная работа подходи из-под ветра подойди грамотно и все и забирай его если нужно он туда прыгнет да 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 вот она сходится на эту получается да 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 вот след медведя на который мы сейчас поставим собак и попробуем ну след ночной сейчас время 11 часов дня плюс 8 ночью было около 0 попробуем сейчас саша пойдет зимой возьмем собачьи пойдем попробуем дальше посмотрим это охота на улице дождь с погодой не везет сегодня у нас опять выход на медведя вчера у нас было два подъема лосей медведя так мы хотя был след суточный в кругу мы проверили грубо говоря часов 7-8 мы там отработали но ничего не не подняли кроме одни собаки подняли одного лося другие другого но лоси весной мы на них не охотимся да и бумаги у нас нет просто погоняли но ничего собаки физуху а когда поднимают лося это потерянный день охоты ну давай так это вероятность выше чем идти с четверки слушай он когда прыгнул и она вот что значит охотничий азарт побросали все народ побежал медведя ловить на ходу да переобулись аж тапки послетали очень сильный ветер стормовое 600 метров я прислушаюсь и не слышу пока работа пока не не идет но возможно должна быть хорошо санечка выходи оттуда значит представляете как они хотят медведей что двух журавлей спутали с медведями и им головы седые показались у медведя это журавли а дедушке 83 года представляете как он попутал журавлей с медведями это капец блин фантазирует вот что они хотят эти охотники и их на иллюзии вот мысль кто они и видят на самом деле это совсем трудно но они это хотят видеть архитренно архитренно что Беру стейк говяжий, отбиваю его легонечко. Я когда увидел, говорю, дедушка, тебе поможешь лезть, а он мне говорит, на бабушек мне не надо помогать залазить и слазить. Умеем все покрасить. Расстрякай борщик красивый. Ладно, борщик, пойдем кладем там. Иди посмотри, Егор, посоля красная, посоля черная, накосина, мясо, шикарный борщ, кекло-сладкий. Води здесь все, и с Сашкиным. Талая вода, чуть-чуть желтит, прямо как чай заварка, но ничего. А она летом вообще желтая. Я купил огурцы и помидоры. Ну так салат нарежу. Да вас, борщ, салат, вы что, в ресторане не могу понять. Нового повара имеет мороз, представляешь. И это сделай, и это. Ладно, я пошел салат. Будете следить за мясом, да? Санечка, смотри. Дорывай ему 10-12 минут, отгиб локом, потом перевернул. Это убираем, это убираем. Хлеб еще нарезаем. Как нож я тебе дал? Этот вот хороший нож. А? Этот хороший нож. Который ты рез? Да. В ножу, в нашей жизни, здоровье. Все туда, туда, туда все. И это все туда. Нам надо синий лук. Остальное все выкидываю. Он-то со мной еще. Какую супу ты должен поводать? Да, вчера мне попалась. Позавчера. Вода больше, что в нем. В нем никаких. Так вот, я еще вот тут проверю. А где баночка с перцем? Вот он. Надо лимончик сюда до вымыть. Так вот он лежит. Мужчины всегда лучше проверят. Да. Чуть-чуть еще красненькое. Оно должно было... Что? Я не верю, что так долго. Все, готово мясо. Я должен попробовать. У меня вот эти четыре куска я под леднюю положил. Дед, это бомба. Бомба? Я тебе честно, вот ты сам охереешь. Я сядку смотрю. Скажи честно. Как мясо? Вкусное. Нежное. Правда? Пошли, Егор. Ночи еще холодные, приходится колоть нам дровишек. Ну и дедушка ему 83 года, надо ему заготовить побольше дров, потому что впереди зима, осень. Да и он до мая может их еще использовать. Потому что то баня два раза в неделю, а то и три. То печь. А печь каждый вечер. Так что... Вот в таком стареньком домике. Проживаем с ним. Остановились на берегу вот этого прекрасного озера. Вода разлилась. Паводок, потому что снег везде тает, массово истекает сюда. Плюс дожди были. Ушел в сторону не дома. В баню понес. Май месяц. Пятое число. Какая охота, сейчас хороший хозяин собаку не выгонит. Майя. 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 Да. А. Давай его сюда. Давай-давай. Всем добрый день! Едем на Медведя. Погода 0 градусов, идет снег. Но вроде видели свежий переход Попробуем пустить собаку И посмотрим что получится Пошли за медведем Лапа вот такая Не перепрыгнуть будет Лапа вот такая Передают что вроде работают собаки-медведи Лобачов Но связи с ним нету Я его добыть не могу Сейчас посмотрим Одна собака там у него есть Но у меня пока ничего не отбивает Даже все усилительные антенны не отбивают Олег хорошо идете Прямо на меня идете Сокращается Можете если быстрее подбегаете Лобачов говорит что собаки подняли медведя Он видел 70 метров медведя Но в этот момент заговорила у него рация Он ее не выключил Как обычно Охота не терпит мелочей Все мелочи Создаются в одну плотную цепь Каждое звено играет роль Вот вам простой момент Собаки его работали Потом чего-то бросили Там правда и одна моя была Но три собачки работали И бросил 83 года Представляете На медведя пошел Я ему говорю Там за мостиком медведь перейдет И он туда помаршировал Да Тихим ходом Но ничего Движется Видите Уверен Бружье на плече На ремне Красавчик Есть куда стремиться Дорогие охотники Всем И я не исключение Дорогие охотники Спасибо Спасибо Как его нужно Что происходит sia Еще один Смотри Вон Смотри Смотри Это Задрался Само На Это Му bul А он там на всех влез, блядь, да, там. Смотрел, сколько он взял. Что? Этот дрался-то со всеми. Так эта штука, да, она просто одета куда-то была, вот сюда. Лицензию сразу на месте закрыли, блядь. Какой? Сухой. Это талоны отрывные отрывали. Не-не-не, нож протереть. Нет, нету ничего вообще, у меня тут нет. Или салфетку, как бы бумага туалетная. Что-то такое.